Вечернее шоу Аллы Довлатовой на Русском Радио. Вечернее шоу Аллы Довлатовой на Русском Радио. И такая существовала. Такая существовала там, в Средней Азии? Да. Вот. И ты, в общем-то, тоже оказалась страной плодородных земель. Три ребёнка. Это такая плодородная достаточно почва, да? Да. И это огромное счастье, хочу сказать. Мы тебя поздравляем. Спасибо. Нам очень приятно, что мы всё-таки тебя вырвали из этого. Ну, вообще, конечно, с одной стороны, неприятно. С одной стороны, неприятно делать плохо маленькому, чудесному, невинному существу. Потому что каждый момент, когда ты уходишь от месячного ребёнка, для него это стресс. И я сейчас не хочу тебя ввести в саму в стресс. Ты не убежала. Сейчас поднимется иди дома. Поэтому, с одной стороны, конечно, мы сволочи. Но только мы. А ты хорошая. Потому что что тебе ещё артистки делать? Позвала Русское Радио. Ну, конечно, нельзя не проявить уважения. И ты пришла. Я пришла, да. Да, поэтому ты героиня. Ты героиня, потому что действительно оставит ребёнка, маляпуську такую. Ну, он не один, так что... Он с кем там сейчас? Он сейчас с родными людьми и с бабушкой. Так что всё хорошо. Это твоя мама? Нет. А, мама мужа. Да. Так, ну сейчас всё будем выяснять. Но для начала самое главное. Я знаю твоих старших сыновей. Арджуна знаю. Микаила. Микаила, да. Я всё время боюсь его не назвать Микаэлом. Да, его называют. Да. Микаэль или Михаэль. А вот как зовут младшего? Младшего мы назвали Лев. Лев. Да. В честь Ди Каприо. Или Короля Льва, который только что вышел. Мне очень нравится, конечно, имя Леонард. Да. Да. Ну, наверное, это было бы так немножечко через чур. Да. Да. Вообще Лео, Лев. Ну, как-то я не знала даже, что мне это имя нравится. Просто когда стали выбирать и думать, как же, как же, как же. Вот оно прям сразу легло на душу и всё. И я просто не могла потом себе представить какого-то другого имени. Для этого ребёнка? Да. Плюс он ещё и по гороскопу Лев. Я думала, ты скажешь, плюс он ещё и Рычи. Ребённый такой ребёнок. Ой, потрясающе. Слушай, ну, по гороскопу-то, да, теперь самое святое дело назвать ребёнка Левом. А он какой? Рыжий, чёрный? Нет. Цвет какой-нибудь? Он не рыжий, не чёрный. Но Лев должен быть рыжим. Ну, у него пока что волосы такие светло-коричневые такие. Как это? Ну, такой нормальный детский цвет, да. Ну, золотой. Брюнет, нет, не Брюнет, а Шатен. Шатен, да. А муж у тебя Шатен, ты всё про него ничего не рассказываешь. Ничего. Что же, держишь его в тайне. Но сегодня всё равно мы же хотим какого-то эксклюзива. Ну, давай самый главный эксклюзив. Рост, вес, сколько прибавил за месяц ребёнок? Я имею в виду не мужа, а ребёнка. Сколько прибавил муж за месяц, да? Так, ну, здесь можно только убавить за месяц, я вам скажу, когда у тебя маленький ребёнок. Да не ты. У ребёнка сколько рост вес. Я поняла, поняла. Ну, ребёнок родился 3 килограмма 650 граммов. Хороший мужской вес, 53 сантиметра. Ой, прям как мой. У меня сын точно таких же размеров. Да? Да. Ну, прибавили мы, хорошо, слава богу, 5 сейчас. 5 килограммов. Угу. Ну, так это всё, он у тебя, так, из тебя ничего не останется. Он на твоём молоке живёт? Частично. Ага, вот так. Ага, вот так. Частично, то есть ты ему уже даёшь прикорм молочной смеси. Да. Я такой, всё, я знаю, кому я пристрою свои... У меня остались молочные смеси, две коробки. Светка, включаю песню. Кстати, между прочим, сейчас будет Саддианина песня. Какая? Она называется «Лови». Минуточку. Что такое? Тогда поговорите ещё пару минут. Ну, как с удовольствием. Значит, я тебе тогда, сейчас закончим эфир, и заедем домой, я тебя отгружу, раз такое дело, как же не сделать от меня небольшой подарок. Спасибо. Ну, а молочные смеси, потому что тебе не хватает молока, потому что ты на диету уселась, небось, да? Нет, я ещё пока никуда не уселась, вот всё, всё, что ушло, само по себе. Я, собственно, особо никогда не сижу на диетах, даже после первых, вторых. Счастливая женщина. Об этом мы поговорим в нашей телевизионной трансляции. Друзья, все, кто настроились уже на телевизионную трансляцию, восхищайтесь, потому что Саддиана великолепно выглядит. И, конечно, об этом нельзя не говорить. Спасибо. И через месяц после родов такого практически не бывает. А все остальные ловите песню. Новая песня Саддианы на русском радио. Друзья, Саддиана здесь с нами. Привет, привет. Но мы не смогли сейчас разузнать все секреты красоты. Пока разузнаем все секреты личных, личной истории, я имею в виду взаимоотношений с Альбом. Ты снималась в клипе на эту песню как раз на седьмом месяце беременности, да? Да, да, так получилось. Во-первых, непонятно, почему так дотянули вы. Я понимаю, когда люди, извините, с животом замуж выходят, но потому что долго не могли решиться. Или я не знаю, вот у тебя такая же история с клипом. Ну, на самом деле, мы долго думали, пойдет ли эта песня. Мы ее как-то тестировали. Возьмут ли на радио. Надо, не надо. И в итоге, когда мы поняли, что надо, ну, как бы уже было вот так. Как он себя вел на съемках? Дергал ножкой или, наоборот, сидел тихо, спокойно? Мне кажется, он так привык к моему ритму жизни. Я вообще очень активной была на протяжении всех девяти месяцев. Вот просто всех я, ну, слава богу, не было никаких противопоказаний. И, в принципе, мне кажется, ему было очень комфортно. Ну, по крайней мере, я не замечала, что ему... За время съемок клипа все у него было хорошо. И в клипе, и в концертах, и в перелетах. Да, слава богу. А скажи, вот в результате, после того, как вышел клип, набрал больше трех миллионов просмотров, ты ничего там не сама подкрутила, нет? Нет. Я вообще этими делами не занимаюсь. Вот как есть, правда. Нет, ну, я не знаю, нет, я же не в том смысле, что ты там мухлюешь. А, например, ребенку колыбельную надо поставить, раз, свой клип включила. А, в этом плане? Да. Ну, на самом деле, я знаете, что заметила... Ты ему ставишь этот клип? Ну, клип нет, он еще не смотрит так вот, да, но песню я могу спеть. И мне очень нравится, как реагируют. Как он реагирует? Глаза вот так вот как-то. Да? Вот они так открываются, да. А что ты ему поешь? Ой, разные песни. На самом деле, не только колыбельные, я очень люблю петь песни из мультиков. Давай, давай, спой. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги. Нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ой, какая прелесть. На-на-на-на-на. У нас глаза открылись, у меня глаза открыли. Е-е-е-е-е. Молодец, молодец, молодец. Браво. Хорошо. За девять месяцев... Подожди. Да, за девять месяцев беременности ты выпустила пять... Сейчас просто мы сейчас говорили. Пять песен на трех языках. Сняла два клипа. Ну, в общем, все правильно я посчитала? Да, кажется. Надеюсь, ничего не упустили. Это очень большой объем работы. Ну, вот, может быть... Многовато, что ли? Ну, я не знаю. Может быть, многовато, да? Нет, нормально. Понимаете, всё всё равно по мере самочувствия, что ли, делалось, и в радость. Мне это доставляет удовольствие, и, соответственно, настроение лучше. Как можно? Говорят, петь тяжело. Петь тяжело, да. По мере возрастания петь становится тяжелее, правда. Я вот сейчас понимаю, что мой голос начинает восстанавливаться, да. И ты, ну, как подсознательно защищаешь малыша, ты стараешься там не давить, потому что в основном мы, когда поём, мы давим, чтобы звук крепкий был. Вот, а, естественно, голос, ну, так, претерпевает изменения. Ну, так, ну, как-то так всё равно. Но ты в это время не пела под фонограмму на каких-то выступлениях? Так, слушайте, ну, вот были какие-то, наверное, ну, были. Бывают такие площадки, действительно, когда ты выходишь, но по-другому никак. И я думаю, все об этом знают, ну, что делать. Но стараемся петь вживую, ну, можем. Всё-таки консерватория, всё-таки музыкальная школа. Но это мы услышали только что, действительно. Ну, это... Как чистенько вы попадаете в ноту. Друзья, мы сделаем небольшую буквально паузу, а те, кто с нами в прямой трансляции, не переключайтесь. Так, ну, давай расскажем про то, как ты восстанавливалась. Всё-таки хорошо уже восстановилась, месяц после рода всего прошло. Что ты делаешь? Пока ничего не делаю. Я вчера, например, походила на дорожке час. Как-то вот не очень мне стало. Да? Ещё надо немножко потерпеть, да. А ты за время беременности занималась? Чем там? Плавала. Плавала, да? Да, плавала. Но сейчас пока плавать ещё нельзя, да? Потому что я... Полтора месяца надо. Потому что я помню, когда вначале пошла в спортзал. Да. Мне стало нехорошо. Тоже нехорошо. Ну, Лёвушка, твой не будет спортсменом, судя по всему. Раз тебе всё время нехорошо. Когда ты... Как только... Как только в спортзал сразу нехорошо. Да. Ну, до этого я занималась, кстати, достаточно регулярно. Но всё равно мой организм решил, что мне нужно в этом. Мне так... Отдохнуть. Я и так достаточно времени, своих каких-то сил, энергии затрачивала на работу. Ещё вот на спортзал не хотелось. И сейчас пока... Ну, хорошо, что ты делаешь тогда? Ну, вот вчера встал на дорожку, поняла, что нет, рановато. Ну, да, я её, конечно, прям... А ты на дорожке бегаешь или ходишь? Хорошо. Ходишь. Я вот тоже сейчас начала ходить на дорожке. Мне это нравится. Бегать как-то... А сколько... Вот сколько ты ходишь научить? Потому что я только-только новичок в этом бегаю. Целый час. Я по 25 минут. Ну, вот говорят, что после 40 минут начинается... Чего? ...самое такое эффективное занятие. Говорят. Говорят. А что до 40? Ну, это такой какой-то разогрев, да. А потом уже начинается сжигание вот этих самых колодок. Всё понятно. Максима. Ужас какой-то вообще. Значит, я всё это время зря что-то хожу. Нет, ничего не зря. Так, ладно, хорошо. Что ещё ты делаешь? Вот так. Что ж я ещё делаю? Ну, вот ты говоришь. Я ночами не сплю. По-моему, сейчас видно, да, немножко? Нет, нет, хорошая. Ну, причём, естественно, особенно первое время. Вот я могу сказать точно, совершенно, что 3 недели я не спала. Ну, для меня это называется не спала. Там 3 часа в день это называется, что я не спала. Потому что я такой человек, мне нужно там 8 часов, чтобы я поняла, что я выспалась. Да. А вот сейчас уже, ну, где-то 5-6 часов спалю. Ну, то есть ты вообще ничего не делаешь, получается. А сколько ты уже... Ну, как ничего. Это, мне кажется, настолько негазатратно, когда ты с ребёнком. То есть поэтому ты худеешь? Или что? Да, вроде худею. Но не могу сказать, что я уже пришла в свою ту форму. Нет, но я на самом деле знаю, что я приду. Да. Ну, как-то, ну, меня не вызывало это никогда таких особых проблем и особого какого-то, знаете, прям страха. Я знаю, что будет, всё придёт. Пока что наслаждаюсь. А в припеве вот этой песни «Лови» ты, ну, говоришь, что ты читаешь мысли. О чём сейчас думает твой малыш? Ты уже знаешь? Прочитала его мысли? Ну, я считаю, что он очень маленький. Срочно. Это прямо сейчас? Да. Ну, всегда. А, ну, всегда. А ещё о чём он думает? И так же, как и все, каждому нужно внимание. Как у тебя старшие отнеслись на вообще, как реагируют на него? Ну, во-первых, они всегда просили. Вот я помню, что я никогда не просила. Я знала, что будет. Да. И мне не хотелось ни с кем делиться мамой, папой. Я понимала, что если будет, то будет вот такая ситуация. Но они хотели, просили именно братика. Я почему-то всегда считала, что у меня будет ещё девочка. Ну, да. Да, ну, вот они просили мальчика и получили мальчика. Странно, их и так уже двое, чего им не хватало? Ну, им надо вот кого-то учить. Хотят вот учить, хотят вот... Оба просили или Микаэл? Нет, оба. Адрес 109.029, Москва, полиции, клиникуса и 217.0. Когда-когда, ну, давай ещё. Вот это два назад, три назад, два назад, давай-давай-давай. И у меня было, на самом деле, такое вот внутреннее, знаете, такой зубик в груди. Когда-то вот вроде всё хорошо, всё прекрасно, а вот здесь надо-надо. Да? Вот как будто да, вот как будто кто-то тебе вот посылает такую... Инплесс. Да-да-да. Я ещё могу, надо ещё, надо. Вот, вот было вот такое ощущение. Это было ощущение до того, как ты встретил своего мужа? Как его зовут? Максим. Максим. Нет, 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 ну, вместе уже. А, вы уже были вместе. А, ну тогда это уже было понятно. Я прям понимала, что у меня есть ещё, вот, миссии есть ещё, вот, хорошая. А есть ещё миссия? Вот ты сейчас понимаешь, что ещё что-то впереди всё равно ещё будет ещё развиваться. Уже когда третий ребёнок, уже ты уже понимаешь всё, появится ли у тебя ещё раз это будет, или нет? Да, это надо время на это. Потому что сейчас пока все мысли тут, предоточено всё, да. И, на самом деле, первые вот эти месяцы самые сложные, да. И нельзя сказать, что ты сейчас побежала такая и захотела. А ты вообще упользовалась вот в течение этого времени услугами няней? Ну, вот, когда у тебя были старшие? Я имею в виду не с любовью, а со старшими, у тебя есть няня? Да, у нас была няня. Была няня. Да. А сейчас почему её нет? Ну, во-первых, сейчас уже дети большие. Большие. Да, да, да. Ну, у тебя, подожди, ну, насколько большие? Ну, 12 старших на будет и 9. Так получается, ну, 9, его всё равно надо покормить, если ты на гастролях. А кто это делает? Ну, на самом деле, если я на гастролях, там есть бабушка, мама, носись, папа, тоже очень даже активничает. Дорогие друзья, мы с Дианой здесь, и те, кто смотрит прямую трансляцию, мы сейчас затронули личную тему, и поэтому мне не хочется сейчас обратно возвращаться к творчеству. Ну, мы вернёмся обязательно к творчеству, обязательно вернёмся, потому что ты очень творческий, талантливый человек, тем более ты ещё и сама пишешь свои песни. Ну, некоторые. Ну, некоторые, да. Поэтому, конечно же, с тобой есть о чём поговорить в этом плане, но родился месяц назад ребёнок, поэтому мы хотим всё узнать из первых уст. По поводу отношений. У тебя трое детей от трёх разных браков. Психологи... Ну, я в этом не вижу ничего страшного, потому что у меня, например, тоже был первый брак, и тоже там всё, тоже были там дети. Но психологи говорят, что у детей разные родовые программы, что если, типа, ты ребёнку не рассказываешь про его отца, то у этих детей могут быть конфликты. Это, в общем, вот такая вот история. Вот. Мне кажется, что конфликты могут быть у всех детей. Да. Ну, вот ты такое вообще читала, слышала где-то? Нет, ты не заморачиваешься на счётчике? Ну, я не скрывала никогда. Ну, то есть у меня совсем другая история. Все друг друга знают, любят. И общаются. Конечно. А вот всё-таки возраст такой, 12 лет сейчас, да, старшему сыну, среднему 9. Вы вместе с Максимом сколько? Три года? Или больше? Больше. Сколько лет уже? Ну, четыре с половиной. Ну, почти пять. То есть получается, что дети были в таком непростом возрасте, когда появился он. Как они к этому отнеслись? Как он искал к ним ключики? С кем лучше складывались отношения? Смог ли он заслужить любовь, уважение и, может быть, даже какие-то другие эмоции, чувства у них? Ну, они прекрасно общаются, я могу сказать. По крайней мере, мне очень комфортно. Я знаю, что рядом надёжный человек, который никогда не обидит детей. Это 100%. Для меня, как для мамы, это самое важное. Понятно. А дети всегда чувствуют, когда с ними по-дружески, как-то у них, знаете, какая-то есть такая своя волна, у них своя какая-то музыка. Но они прекрасно находят общий язык, тему, футбол и всё остальное. Так что, не знаю, мне очень комфортно. Так и то, что, да, вы знаете, дети, они разные, но бывают в одной семье, где дети, как бы, от них родители, да, они тоже, как бы, небо и земля. Да. Так что, как сложилось? Вот оно сложилось так, значит... Ну, у твоих сыновей какие отношения друг с другом? 12 лет и 9. Прекрасные отношения. Они друг друга обожают. И что, они не дерутся? Не ругаются? Ну, было дело. Когда были немного младше, конечно, было дело. Там, не знаю, что это. Борьба за лидерство, за маму, за игрушку, которая потом в итоге никому не нужна, знаете? Да, знаем это. Ну, всё как у всех, наверное, я бы так сказала. И я знаю только то, что при всех там обычных делах этих и ссорах, они обожают друг друга и сами это знают. А скажи, ты, вот как тебе кажется, Максим, вот всё-таки почти 5 лет вместе, он любит твоих детей? Ну, от предыдущих браков. Вот у него есть уже чувства к ним? Думаю, да. Прям такие отцовские, да? Я думаю, что любит. По крайней мере, дружеские очень. А они его как называют? Пока называют Максим. Да. Не папой. Нет. А ты никак не это? Чего это вы его Максимом зовёте? Нет. Он вам папа? Нет. Нет? Нет. Ну, мне кажется, это нормально. Ну, есть папа, есть Макс. А есть Макс. Ну, не знаю, не знаю. Ну, я вам хочу сказать, что старшие дети моего бывшего мужа называют его по имени. Его дети. Его родные дети. Но это какого, смотря мужа? Смотря какого? Первого? Нет. А, второго? Да. Просто первый-то он вообще индус. Поэтому, может, там у них вообще своя какая-то система называний. Нет, нет. Папа. А вот, ну, короче говоря, нормально всё. Ну, хорошо. Ну, ладно, ладно. Прощаем. Мы с тобой шоу. Хорошо. Нет, ну, правда, потому что у меня такое было, когда мы, у меня, у меня же, я, получается, с Лёшей познакомилась, с Пашкой было два года. Ну, он, правда, папа не видел. Ну, у тебя тоже, ты не жила уже с мужьями. Сколько у тебя мальчишкам-то было? Нет, ну, они-то своих пап, они-то... Нет, они, он, ну, папа приезжал раз в месяц. А так, ребёнок, ему два года. Ну, что такое, раз в месяц приехал кто-то помаячил. Ну, как он? Нет, у нас как-то, как-то. Ну, просто у меня Пашка, значит, получается, его прям влюбились, они друг в друга через полтора года, ну, через, ну, там, чуть больше, родилась Саша. И вот, когда родилась Саша, ещё какое-то время она его по имени, и вот где-то около четырёх лет как раз он начал называть, ну, то есть он почувствовал, что вроде как тот, кому интересен, какой-то другой ребёнок. И он начал его называть, как Пашка, понимаете, ещё есть папа, который могут заревновать. Тоже не надо. Ну, есть Паша, Паша. Макс, это Макс. Они прекрасно ладят, всё хорошо. Ну, я считаю, что... Нет, это только, мне кажется, что здесь как ребёнок хочет. Здесь, ну, а если ребёнок вот вдруг понимает, что этот человек ему стал ближе. Такое же может быть, это же нормально, когда человек воспитывает. Вот, всё-таки, когда нет папы. Ну, вот где-то далеко. Далеко. Да, да. Я думаю, тогда это логично. Тогда это может быть. И можно. А если папа есть, и папа рядом? Когда папа тоже заботится. Да. Ну, насколько вот он заботится, вот, ну, что он каждую неделю приезжает? Ну, как часто они видятся с папами? Очень часто. Ну, ну, очень часто, вот если в месяц, сколько раз? По-разному. На самом деле, меня, я думаю, что папа один жалеет и не берёт его прям так часто, как бы, может быть, и хотелось, понимаете? Понимает, что у меня, может быть, есть какие-то такие раны, которые лучше тоже не теребить. И он его дольше ставляет, хотя он тоже безумно его любит. Вот сейчас они вместе идут в Крым на три недели. И прекрасно там всё и тут. И слава богу, я рада. Конечно, это слава богу. Нет, это нормальное состояние ребёнка душевное, когда всё хорошо. Хуже, когда всё наоборот. Вот. Ну, они помогают во всех отношениях оба. Просто помнишь, у тебя был период, когда было всё по-другому. Значит, раны залезали и с одной, и с другой стороны. Дорогие друзья, Сагдиана сегодня здесь с нами. Мы говорим про счастливое материнство. Вообще, на самом деле, всё так здорово, что трое сыновей, замечательный муж, хороший. Слава богу. Да, действительно, это очень важно. Ну, нет, ну просто вот ты не любишь его афишировать. Хотя бы так вот скажи, чем он занимается? Он. Работает. Ну да, работает. Ну где, асфальт кладёт, или там песни записывает. Нет, не творческий человек. Он занимается, да, своей работой. С моей он никак не связан. Ну он бизнесмен, или он, как принято, или он, может быть, инженер, врач? Может быть. Ну правда. Ну правда. Ну расскажи нам что-нибудь. Да нет, нет, не хочу, правда. Просто я, если честно, вообще не хотела. Я вообще даже не хотела говорить, что я вышла за... Замуж. Да. Да, я вообще не хотела говорить. Просто, ну так как появился ребёнок, как-то странно, если ты там, ну не замужем, ну, соответственно, ну да, вот сказали, что вышла замуж, но дальше уже не хочется. Я уже, наверное, наступила на эти грабли, когда у меня всё было на показ, так афишировала. Да, и сейчас мне этого не хочется. Ты в Инстаграме мужа не показываешь? Нет. Ну и правильно. Ну, я думаю, что, ну, это не нужно, тем более человек сам не хочет, не хочет... Человек не публичной профессии. Не публичной. Да, он к этому не готов. Не готов, да. Не все люди хотят в экран, в Инстаграм, и я думаю, что надо уважать их. Молодец. Правильно. Правильно. Ну, просто мало кто из этих людей женится на поп-звёздах, понимаешь, чем дело. Ну, любовь, она такой момент, тут же ты кого полюбил, того и полюбил. Это неважно, поп-звезда она или парикмахер, правда? Конечно. Главное, чтобы человек действительно к нему прикипел. Нашёл своё. Слушай, ну всё-таки у тебя очень интересный вот такой бэкграунд отношений и опыт именно отношений. Первый муж индус, второй муж тоже какой-то восточной национальности. Сейчас я даже не буду спрашивать, какой ты лично себя причисляешь к какой национальности. Ты же тоже родилась в Ташкенте, на самом деле мама украинка. И папа тоже. Да, ну то есть вот такая вот многонациональная очень у тебя, в принципе, природа и воспитание. Да. Кто ты? Я считаю, что, наверное, я вот такой человек многонациональный в общем. Ну всё-таки, какой ты больше культуре хотя бы себя представляешь? К восточной больше, наверное. К восточной больше? Да. А на узбекском ты поёшь? Да, конечно. Ну спой нам что-нибудь, пожалуйста. Ну ты красивая. Есть узбекские? Там всё красивое, господи. Давай. А ты сама писала что-то ещё на узбекском? Нет, нет. А, это какие-то народные будут песни? Нет. Эстрадные? Конечно. Нет, ну... Там есть эстрадные песни, я думала, там я просто там была, когда мне было 5 лет, и там... Вот такое вот я слышала. Ну, красивые национальные песни, да? Ну, обычно... Коротко только. Так как я готова к одной песне только, потому что мне нужно повторять, я всё-таки не идеально... Целиком не надо, только отпускай кусочек. Нет, ну вот давайте сердцемагнит, можно? Да, да, да. У меня есть эта песня на узбекском языке. На узбекском? Да. А какую-нибудь узбекскую ты просто... Вот ты в детстве какие-нибудь узбекские. Ну что, сердцемагнит? Сердцемагнит мы и так все знаем. Не, ну на узбекском мы же не слышали. На узбекском мы не знаем. Вот слышали, ты меня пела на узбекском. Сердцемагнит, я уже тебя пытала. Да. Ладно, скажи тогда, на скольких языках ты разговариваешь? Ой, да на русском, на английском могу так поговорить. Так, а на узбекском? Понять могу, сказать очень скромно могу. Да. Ну, например, все будет хорошо, ты можешь сказать на узбекском? Как будет, подскажите мне, пожалуйста. А у тебя там они узбеки, что ли, сидят в прямом эфире в инстаграм, да? Ну давайте, вы пока подсказывайте, как будет сердцем... О, господи. Все будет хорошо на узбекском языке, а мы послушаем песню. Слушай, вот про творчество по поводу Равиля и Мазуздинова. Да, он же те какие-то шикарные песни писал. А, ну, сейчас вы с ним продолжаете сотрудничать? Да, вот сейчас у нас, кстати, после Лавины будет наша совместная песня с ним вновь, да. Он сделал еще один, да, для тебя? Да, да. Я очень рада, потому что, действительно, это мой такой любимый тандем. Ну, тебя очень хорошо чувствуют. Да. Как и никого другого, я хочу сказать. А кому он еще пишет? Да. Очень нравится. Могу. Вот мы заговорили о том, что ты сама также участвуешь в написании песен некоторых. А во все ты внедряешься? Ну, то есть, вот, например, Равиль написал песню, ты туда что-то свое авторское вносишь? Если это нужно. Вот, например, песню «Только не молчи», когда он написал, он написал ее целиком, полностью. И музыку, и слова, и там все было идеально, и без пробелов. Вот, просто она была сразу законченным произведением. Я облюбилась в нее просто. Зачастую он присылает мне песни с такими большими, большими пробелами. Например, при певе больше каких-то фраз, потом пробел, потом опять фразы. И я понимаю, что вот его фразы, они классные, они какие-то очень певучие и мелодичные. И стильные. И я заполняю их, и дальше я делаю куплет. Если он говорит, ну, классный куплет, да. Если он говорит, слушай, давай что-нибудь поменяем, тогда он делает еще, я добавляю. То есть, вот, в основном, работа вот так происходит. Ты из простой семьи, ну, они не связаны, твои родители, с музыкой. Ну, бабушка пела в церковном хоре. Ну, да, собственно говоря. Ну, собственно говоря, вот она и вся связь с музыкой. Когда ты поняла, а у тебя как раз послужной список-то огромный. Ты, по-моему, с детства участвовала во всевозможных конкурсах музыкальных. Со скольки лет ты начала участвовать? Или уже ты сначала поступила? С 11, помню. С 11, вот я и тоже помню, что совсем с детского возраста. Каким образом это произошло, что ты решила посвятить себя музыке? Как это все случилось? Все очень органично произошло. На самом деле, я бесконечно пела в дошкольном возрасте. И я смотрела, не отрываясь, на клипы, концерты. Я слушала до дыр просто там песни Куинна, Мансерат Кабальея. И я настолько в этом себя классно чувствовала, что мне решили отдать музыкальную школу. Родители? Да, да. Ну, там не было. Но бабушка приложила руку? Нет, нет. Нет, приложила руку маме, подруга сказала, дайте ребенку. Музыкальную школу, ну сколько, ходит, поет уже, даже просто концерты устраивает, маме на работе, не нужно. И ты пошла в музыкальную школу, ты на пану училась? На тортопиано. Да, и я пошла в школу специализированную, если кто есть в нашей школе, в двух моих школах. Они тебе написали, как все хорошо будет по-узбекски? А, не знаю, но вот именно. Ладно, забыли. Хорошо, и что? Ну, ты пошла в музыкальную школу, и потом уже, соответственно, пошла-поехала, и вот таким образом конкурсы эти делать. Конкурсы эти, что они дают? Я имею в виду вот тогда, в детстве, что-то они тебе давали? Да, разные, каждый конкурс по-разному. Например, были конкурсы, когда ты настолько расстраиваешься, и такие выступления были. Когда ты говоришь, все, я больше не хочу, это не мое, я пойду дальше на тортопиано играть, это вообще, это эстрада, не мое. Потом успокаиваешься, проходит время, и ты понимаешь, нет. Вот опять-таки зудит, да? Что там внутри тебя, и ты возвращаешься, и ты хочешь попробовать снова. Потому что чувствуешь, что нет, это не предел, это меня не сломит, не остановит. То есть это закалка? Да, это закалка, это каждый раз шаг вперед. Когда нет конкурса, как-то все вот, ну вот, по крайней мере, пока у тебя нет карьеры такой, вот, да, когда ты делаешь уже собственные такие песни. Это каждый новый шаг. С победой он был, или не с победой. Но ты идешь вперед, ты получаешь школу свою. Ну и характер, наверное, тоже закаливается. Характер закаливается, да, потому что я вообще была в детстве очень ранимым, плаксивым ребенком, жутко стеснительным. И меня всегда как-то меня обижали, и я всегда плакала, и, помню, всегда плакала. Плакса Миртл. Да, да, я прям плакса была. И именно что, конкурсы тебе поменяли? Не только конкурсы. Не только конкурсы, не только конкурсы, ежедневная работа. Вот, когда ты учишься на фортепиано, там все. Вечернее шоу Аллы Довлатовой. Дорогие друзья, Сагдиана, у нас мы только что вспомнили Сагдианина роскошное детство, как она участвовала во всевозможных конкурсах музыкальных, певческих. Вот она сейчас рассказывает, как это было важно. А вот скажи мне, вот сейчас конкурсы, которые проходят, я имею в виду для, уже не детей, а вот для взрослых. Вот эти вот конкурсы, которых у нас, мы знаем их, они вообще что-то могут дать молодому артисту? Ну, конечно, могут дать. Что? Эфиры. Какие? Ну, на федеральный канал. Нет, я сейчас не говорю про твою фабрику, в которой вы участвовали, это шоу. Я говорю про конкурсы. И конкурсы тоже показывают. Ну, хорошо, но будет у тебя три эфира, да, а дальше что? Кто из победителей вот этих конкурсов стали действительно звездами, у кого нет мохнатой лапы? Понимаете, не только конкурс, там не только эфиры, там должно вот всё сойтись, так же, как и фабрика, так же, как и нынешние конкурсы, без подкрепления хорошей твоей песни. Ну, а где ты её возьмёшь? Вот эту песню вот такую, где ты её возьмёшь? Ты сейчас вот мне скажешь, с прошлого года конкурсы были. Ну, я знаю, что Назиман тоже участвовала в конкурсе. В каком? В песне, что ли? Я, простите, ну вот какой-то был конкурс. Я просто его не смотрела, но я знаю, что это певица с телевизионного конкурса. Но не могут быть все, понимаете, востребованы. Это нормально, когда люди приходят, их много, и остаётся, например, один-два. Нет, конечно, один побеждает, а потом мы про него забыли. Ну, это уж как его судьба сложится, тоже и от него зависит. А что вот ему надо делать, чтобы про него не забыли, чтобы устроиться в этом мире? Делать музыку хорошую. Ну, а если он просто вокалист, если он сам не пишет? Ну, значит, у него должны быть хорошие песни, которые ему напишут. Просто вокалист. А песни, они же дорого стоят, а он молодой исполнитель. Откуда ему деньги взять? Вы понимаете, ну, всегда можно найти оправдание, но и всегда можно найти решение, если ты действительно хочешь. Нужно обязательно добиваться. Если вы чувствуете, если у вас тоже зудит вот так вот в груди, не надо придумывать себе оправдание, что это все за деньги там, или нужно кучу всего, или какой-то продюсер. Ведь сейчас вообще в наше время рулит интернет абсолютно. Вот, я и хотела тебя спросить, так все-таки что лучше-то? Сделать песню и выложить ее в Ютьюбе? Может быть, так ты больше станешь популярным, чем участвовать в конкурсах, где там тебя один раз покажут по телевизору? Это разная аудитория. По телевизору смотрят одни люди, в Ютьюбе другие. И то, и другое классно, все ходят на концерты. Просто, ну, везде своя, так скажем, публика. Если у кого-то получается через интернет, это круто. Я не представляю, как это через интернет. Раз запустили, оно как-то там пошло. Я как-то больше вот по старой схеме. Я поняла. С колдуном вы общаетесь? Редко. Редко? Ну, да. Вы же просто вместе были. Мы можем, когда встретиться, пообщаться можем, да. А так вот, чтобы созванивались с днём рождения, там, с Новым годом? На фабрике, да, мы вместе. На фабрике, понятно, вы были вместе, прям вместе и вместе. В смысле вместе и вместе? Нет, ну не вместе, как вместе. А то еще подумают. Да, не пара, не пара, хорошо. Нет, ты тогда уже замуж собиралась за другого, по-моему. Ну, еще не собиралась. Ну, мы все-таки решили перейти на творчество. Сделаем паузу небольшую? Да уж давай, мы завершим красиво. Да? Тогда звездный квест. Господи. Значит, все очень просто. Я тебе приготовила три вопроса. Так как ты сказала, что ты больше себя ощущаешь восточной девушкой, то я тебе и задание. Сегодня из Тысячи одной ночи предлагаю пройти. Согласна? Ну, например, давай так. Если у меня выбор, нет? Я тебе задаю вопрос и даю три варианта. А ты выбираешь. Важно выбрать правильный. Ну, например, какой самый эффектный способ для девушки, чтобы удержать своего возлюбленного? Три варианта. Расстаться со своими подругами, никогда не говорить ему, что у нее болит голова, или каждый вечер ему рассказывать сказки. Так. Ну, быстрее. Все три варианта хорошие. Ну, выбер один. Третий вариант. Абсолютно правильно. Именно так поступала великая Шахерезада, и в результате чего осталась жива и еще родила трех сыновей своему царю. Да, как, в общем-то, и у тебя. Итак, сегодняшний наш квест будет сказочным. Так как родилась в Ташкенте, будет посвящен прекрасному восточному произведению «Тысяча и одна ночь», как я уже сказал. Заклинание «Сим-Сим, откройся» открывало вход в большую пещеру с сокровищами. «Сим-Сим» – это, внимание, название семян кунжута, название семян хлопка или название семян мака. Но. Ого. Кунжут, хлопок, мак. Кунжут. Абсолютно правильно. Да. Да. Второй вопрос. Чем по преданию птица Рух, встречная с Симбадом-мореходом, во время его второго путешествия, кормила своих детей? Три варианта. Она кормила детей мореходами, она кормила детей цветками лотоса, или она кормила детей слонами. Я надеюсь, что цветками лотоса все-таки. Нет, она кормила детей слонами, а ты чем хормишь? Чаще всего. Ну, понимаете, мясо мы любим. Сказано, что Шахеризада родила царю троих сыновей. Тысяча и одна ночь. Это 143 недели. За это время, три варианта, она схалтурила, потому что можно было родить четверых, она преувеличила, потому что можно успеть родить только двоих, или именно троих, как и написано в сказках. Господи, господи. 143 недели, тысяча и одна ночь. Быстро выбирай свой вариант. Схалтурила, родила столько, сколько положено, или преувеличила? Или невозможно? Давайте второй вариант. Сколько смогла, столько родила. Абсолютно правильно. В сказках написано, что за это время можно максимум успеть родить троих детей. Да, прекрасно. Ну, я тебе хочу сказать, я тебе желаю оставаться такой же плодоносящей и в прямом, и в переносном смысле. Спасибо. Песен побольше. И приходи к нам, мы тебя любим. Спасибо огромное. Вечернее шоу Аллы Довлатовой на Русском радио.